Я благодарен вообще брату Илье, потому что перед таким праздником, что пришло такое, как предупреждение. Я только вернулся со Стамбула, где преподавал в Духовной Академии. Моя тема была «Практическая жизнь христианина». В Турции. В Турции я уже от себя добавил. Потому что очень важно знать специфику той страны, в которую мы входим. За что-то много важно да познавам и специфичните неща на държавата, в която влизаме. Как миссионеры. И вот известен тот факт о том, что Турция – это такая страна, которая наполнена суевериями. И има известен факт, че Турция – это държава, которая исполнена суеверия. Ну и конечно имеет силу ислам. И ислама там има сила. И также радикальный ислам. Радикальный ислам слышал. Через мое учение красной чертой проходил стих из Библии. И куда им давал твое учение, има шеет один стих от Библии. Это апостол Павел пишет послание к эфесянам. Апостол Павел пишет послание к эфесянам. Шестая глава, двенадцатый стих. Я думаю, вы все помните. Мисля, че всички помните тот же стих. Там стих звучит так. Что наша брань не против крови и плоти. Че не в ее уме не срежь плот и кров. Но против начальств. Но срежь начальства. Против властей. Властей. Против мироправителей тьмы века сего. И против духов злобы поднебесной. Вот и там один пункт, который я преподавал. Он звучит так. И тази точка звучит така. Что когда мы входим в какую-то страну. Куда-то влезем в некаква держава. Ну, например, в Турцию. В Турцию, например. Или в Ирак, или в Афганистан. В Ирак, Иран, Афганистан. В которой есть свои демоны. Есть свои какие-то традиции. Есть свои какие-то языческие ритуалы. Если мы, как христиане, начинаем участвовать в этих делах. И акунии христиане забочимы да участвуем в тези нечто. В этих суевериях. То мы становимся как бы частью этих ритуалов. Ставамы частью от этих ритуалов. Терпим духовное поражение. И тогава претерпяваме духовных загубок. И автоматически становимся под власть этих бесов и демонов. И автоматично заставил на под властта на тези демони. Я думаю, мы все помним, чем закончил царь Саул. Мисля, че всички помним, как завърши царь Саул. Саул просто решил обратиться к гадалке. То есть решил да се обърне к врачка. К врачка, да. И ему показалось, что это вполне разумно. И той помислил, че това много разумно. Потому что Бог уже перестал мой отвечать. За что-то Бог е справедно му отговаря. Пойду к гадалке погадаю. Что утида при врачка и тя да ме врачува. Царь Израиля сходил к гадалке только один раз. И царь на Израиле утешил при врачка само один път. И что потом? И какво се случи след това? В первом же бою он потерпел поражение. И в первата битка той загубил. Он погиб сам. То есть загинул сам. И погибло два его сына. И двамотому сыновеса загинали со что? Я точно как бы знаю о том, что христиане, которые участвуют в Хэллоуин. И я точно знам, че христиане, которые участвуют в Хэллоуин. Они автоматически терпят поражение. Те автоматично губят. И становятся под власть тех демонов. И составят под власть на тези демони. И бесов. И бесовете. Которые устраивают вот эти бесовские демонические празники. Които организират тези празници. Поэтому не будем участвовать в делах тьмы. Няма да участвуем в делах тьмы на тьмы. Мы не будем вас контролировать. Няма да ви контролираме. Все вы свободны люди. Всички сте свободни хора. Но моя задача как пастор е просто предупредить. И моята задача е като пастор да ви предупредя. Что могат быть самые страшные последствия. Че може да има страшни последици. Есть хорошее выражение. Има добър израз. Мухаморы есть можно. А от ровни губи могат да седат. Ну умреш. Бачишь ты умреш. А так можно кушать их. Но бачи можда седат. Хэллоуин можно праздновать. Хэллоуин можда ся празднула. Но последствия могут быть самыми смертельными. Но последствия можда ся смертоносними. И катастрофичними для христианина. И катастрофичними за самих христианин. Мы будем продолжать наш праздник. Что продолжал мы наш праздник. А у нас хотел поблагодарить Бога также наш брат Николай Гагаркин. Давайте поприветствуем брата.